Девочки, мальчики Ну, так сказать, подработку. Так, раз в неделю буду к людям приходить. Удачно, удачно. Я по деньгам думала, как бы они начнут торговаться и скажут, да нет, дороговато. В общем, набралась наглости, сказала. Ну, как наглости? Я знаю расценки, что я даже дешевле беру. Я беру дешевле, чем это, допустим, другие. Я просто знаю. Вот. Ну, я понимаю, что если я назову какую-то, знаете, загилить цену, люди скажут, а ну, все уже. Ну, то есть надо как-то какие-то, знаете, рамки тоже понимать что-то, где-то что-то кумекать. Вот, где что и чего. Ну, зато, как говорится, мы взаимодовольны. Я довольна. Люди довольны. С денежкой на кармане. Ну, для одежды так и настроенницы. А зараза, только трамваи не ходят. Не, ну как, они ходят вот это тут, а мне до озерки. Они сейчас до озерки не ходят. А пешкодрала идти. А пешкодрала что-то не хочется. Ну, ладно, подумаем. Может быть, и пройду. Тут через Чкалово надо. Через парк. Может быть, пройду. Знаете, так на расслабоне. Подумаю. Подумаю, как мне лучше. Тут можно, конечно, троллейбусом в объезд поехать. Пятерка ходит. Просто как бы я уставшая и столько чапать. Одно дело, когда прогуливаешься, а другое дело, когда уставшие. Ну, я довольна. Не знаю, посмотрим дальше. Знаете, первый раз за один раз ни людей не рассмотришь, ничего. Как бы, как оно будет дальше. Гляну. О, в витрине стоит зингер-машинка. То есть у меня такая же есть. А вон впереди фонтан. Да, наверное, сейчас пешком пройдусь. Хоть чуть-чуть, знаете, подышу воздухом, отвлекусь. А трамваи, они там одну остановку сейчас делают и разворачиваются. Мне они невыгодные. Да Юрия, Савченко идут, там разворачиваются. Мне совсем это... Такой калинкор мне не подходит. Лягла мне туда под полочку. Как ты туда ещё влезла? Вот ей там что-то понравилось. А я тут кино смотрю. И окрошку кушаю. С горчичкой. Купила, зашла свежая горчица. А то, смотрю, у меня горчица уже закончилась. Вот так вот. Ой, как вкусно. Ой, как вкусно. Хлеба. Не? Что ты меня хлебом? А окрошку будешь? Ты прям на швейную машинку поставила. Мне так удобно. Буду кино смотреть и кушать. Холодненькая. Сидишь, кошка? Да? Сидишь? Пошли на балкон. Хотя там тревога. Не. Сидим, наверное, в квартире. Да? Там что-то. Тревога. Ой. У нас воды нету. По техническим причинам. Что-то чинят. И аж до двенадцати ночи не будет. А я читала объявление. Ну, забыла. Да, забыла. Пришла. Думаю, что такое? Чего нет воды? Позвонила своей любимой соседке. Она говорит, так воды ж не будет. Объявление ж было. Я говорю, а? Я забыла. Она говорит, говори лишь запасаться. Я говорю, да запасаться. У меня запасы всегда есть. Господи. Тут всегда на стрёме. Всегда всё в запасе. Так что... Ну, нет воды. Ладно. Засохшие обрываю. Точно на розочки похоже. Может мне их собирать и розовое варенье сварить. Не, розами не пахнут. Нет. Слушайте, удивительный вот этот цветок. Захожу как-то. А он весь вот такой дохлый. Вот так повис полностью. Вот так наклонился полностью. И цветы вот такие. Ах! Думаю, всё, кырдык. Взяла, думаю, ну ладно, полью. Захожу через полчаса. Он весь поднялся, весь стоит. Не, ну вы представляете? Фокусник какой. Ну, чуть не довёл меня. Инфаркт микарда. Вот такой рубец. Помните, как тот говорил? Ой. Так тут засохшие сейчас. Пообирает цветочки. А вот эти тоже. Ну, такие лапулечки. Это ж надо. Это ж видно как. Вот у коллекционеров. Фу. Селекционеры. Коллекционеры, говорю. Селекционеры, наверное. Да, называется? Он ещё сколько бубочек будет распускаться. Ну, точно. Это ж видно выводят разные сорта. Ну, точно розочки. Вот зараза эти тревоги. И гудить, и гудить. Я купила себе вещь, о которой уже давным-давным-давным-давно много лет мечтала. То я не видела их в продаже. Ну, может, не так активно искала. То денег не было. Но, в конце концов, я решила, что вот эту вот штучку я всё-таки себе куплю. Сейчас распакую и покажу. Ого, упаковали. И картон. Ну, сейчас достану. Это мне, как очень опытному блогеру, обязательно вот это надо. В общем, это вот такая стоечка. Сейчас я её соберу. Вот разные тут детальки, запчасти. Вот такая вот классная вещь. Вот это вот вообще ради вот этого всё затевалось. Ради вот этой палочки. Ради вот этой вот ерунда венки. Видите, туда палочка вставляется. Сюда крепится. В общем, шайтан. Ну, вот как выглядит моя штучка. То есть, вот такая стойка. На неё крепится вот этот вот такой кронштейн. Крепёжик. И вот так вот телефоном я могу снимать уже, допустим, всё, что на столе. Мне давным-давно это надо было. Я когда ещё рукоделие снимала, там разные свои, там, финтифлюшки, то вот как раз на столе вот именно вот такая прямая съёмка нужна была. И сколько я везде искала, искала? Ну, как-то, может, плохо искала, не знаю. Я не могла нигде найти вот такое вот. Ну, то же самое вот, если, допустим, я там готовлю что-то кушать и вот именно вот сверху вот так вот снимать. Вот такую вот съёмку делать. Вот получается вот так прямо сверху я могу вот это вот снимать. Можно вверх-вниз поднять. Кстати, посмотрите, как моя уха в холодильнике, как она застыла. Видите? Это с головы. Это ж, представляете, какая полезность? Как называется? Коллаген. Коллаген. Представляете? Это... Ой, а кто мне сегодня написал, что, чтобы не было депрессии, надо кушать уху? А я ответила, о, так это прекрасно, я буду три раза в день кушать. Я с удовольствием. Это то, что можно кушать и три раза в день, и каждый день. Даже когда чей-то, не помню, чей брат помирал, ушицы просил. А, да-да-да, было такое. А в каком-то фильме в старом, да. Вот. Не, она нормально? Не, слышишь, ничего себе. Мила. Ну, ты что, совсем уже? Ку-ку. Ну, ладно, ладно, скажи, Мила, что там? Глянула одним глазком только. Ну, в общем, вот такую классную вещь. Называется это кронштейн для предметной съемки. Если кому-то надо, вот кто с девочек-блогеров меня тоже смотрит, кронштейн для предметной съемки. Ну, зараза, дорогой. Вот это вот все вместе. Купила я это на OLX. Там, где все все продают. Пятьсот с чем стоит? Пятьсот. Пятьсот. Пятьсот гривен стоит, представляете? Ну, вместе с доставкой на новую почту. Дорого, конечно, пятьсот гривен отдать за такое. Ну, я же говорю, я очень много лет такое хотела. Вообще, знаете, что я блогер с девятнадцатого года? Что это я не вчера канал открыла. Пятьсот гривен отдал.